Специфика работы такого надзорного органа, как прокуратура, особенности нарушений закона, связанных с коррупцией, кто такие коррупционеры и какие наказания предполагаются для этой категории граждан. Все эти темы осветил прокурор Бирска Роман Сивак в лекции для студентов Политехнического колледжа. У нынешнего молодого поколения берчан, которые в силу своего возраста, может, еще напрямую и не сталкивались с юридическими аспектами, возникают вопросы, касающиеся именно этой стороны нашей жизни. Сегодня я только прочитал, что депутаты Единой России отменили законопроект, что если доходы превышают, ну, 7 лет, ой, доходы превышают официальных доходов, то их будут сажать на 7 лет. Но это все отклонили. Мне это показалось очень странно. Для расширения юридического кругозора молодых и перспективных прокурор Бирска Роман Сивак в семинаре для студентов рассказал о структуре правоохранительных органов России и о главной надзорной роли прокуратуры в этой системе. Ведь прокуратура – это тот орган, который на основе всех проведенных другими ведомствами оперативных и следственных мероприятий выносит конечный обвинительный вердикт. Это и прослушка телефонов, это и наблюдения различные, и несанкционированные посещения каких-либо мест, в том числе жительства. Это называется, ну, если так немного просто сказать, это вот относится все к оперативно-ростной деятельности. Главный принцип должен соблюдаться нашего уголовного закона, уголовно-профессионального закона – это неотвратимость наказания. В своем рассказе прокурор особое внимание уделил такой категории правонарушений, как коррупция. По словам Романа Сивака, в этом направлении государством ведется на сегодняшний день масштабная антикоррупционная работа. На мой взгляд, как правоприменителя и как прокурора, система нормативных правовых актов, связанных с противодействием коррупции у нас в стране, она достаточно выверенная, большая и серьезная. На сайтах ведомств, в том числе, например, прокуратура Новосибирской области, вы можете спокойно зайти, посмотреть в разделах «Борьба с коррупцией», открыть справку, она в формате верда скачивается, и посмотреть доходы мои, например, какая у меня заработная плата и доход за год был, моей семьи и других прокуроров нашей области Новосибирской, в том числе и прокурора Новосибирской области, его заместители. Руководитель надзорного органа рассказал о результатах антикоррупционной деятельности на примере нашего города. Наверное, слышали, сколько за последние три года было возбуждено уголовных дел в отношении каких-лиц, которые дошли до суда. Есть обвинительные приговоры. Часть находится в стадии расследования. Это связаны уголовные дела и с хищением бюджетных средств, достаточно серьезные суммы. Это руководители муниципальных учреждений, достаточно серьезного уровня. Порядка четырех у нас уже привлечено к уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений. У юных граждан, конечно, возник вопрос. Почему же противодействие ведется большое, но само действие продолжает процветать? Почему, если выделяются огромные суммы за давление этой самой коррупции, она никогда не девается? Как сказал Роман Сивак, ответ на этот вопрос издревле кроется в человеческой психологии. Это азарт быстрой и большой личной выгоды. К сожалению, сколько существует человечества, столько существует и коррупция. Нельзя запланировать, что вот через столько-то лет мы ее победим. Но мы будем бороться. И наказания для любителей извлечь выгоду из своего служебного положения предусмотрены жесткие, подытожил свой ответ прокурор.